Всем привет, а мы с вами смотрим лучшие отели Пукета и сегодня у нас на очереди Intercontinental Пукет. С вами Мария Блинова, я travel expert, основатель и вдохновитель собственного онлайн агентства для людей с хорошим вкусом и каждый месяц я путешествую по разным местам и отелям, инспектирую их для вас. Подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео, если вы хотите больше профессиональных обзоров, секретов и лайфхаков. Итак, начнем. Я могу назвать три основные причины выбрать отель Intercontinental. Первое это первая линия, второе это новые номера и третье здесь действительно знают, что такое классный сервис. На Пукете это, к сожалению, не очень часто. Отель Intercontinental делится на две части, он открыт сегодня пару лет назад. Кстати, для всех, кто любит новые отели, у меня есть специальный гайд, который вы можете скачать по ссылке в описании к этому видео. Сейчас вы видите лобби отеля, где, естественно, вас встречают Welcome Drink и мы идем в ресторан, который работает на завтраке для гостей всех отелей, тех, кто живет на первой линии и на второй. При этом, если вы живете на второй линии, то для вас доступен только этот ресторан со шведским столом, а если вы живете на первой линии, то еще есть ресторан а-ля-карт в завтраке, где будет мало людей и вы также можете сходить туда, если предпочитаете а-ля-карт. Также в отеле всего семь ресторанов и есть Мишленовские. По количеству ресторанов это важно понимать, потому что даже если вы отдыхаете 10 ночей на Пукете, то учитывая, что здесь их семь, вам даже, возможно, и не надо будет никуда выходить, потому что здесь вы получите максимальное разнообразие, максимальное удовлетворение ваших астрономических амбиций, так сказать. Мы сейчас находимся в детском клубе отеля Интерконтинентал, сразу скажу, он принимает гостей, как многие здесь 4 до 12 лет, но вот есть услуги няни за доплату, которую надо бронировать за сутки. Тут вы можете увидеть стоимость за дневное время и за ночное, и здесь вы можете увидеть программу Kids Club. Ну, достаточно активно для Таиланда, я считаю. То есть с 9 утра до 7 вечера какие-то развлечения, там 3 часа перерыва. Это очень хорошая история. Тут же можно детишкам заплести косички, если вы не хотите идти в массажный салон на улице, это будете, хотите так. И сейчас мы покажем Kids Club. Да. Это детский клуб внутри, светлый. Фитнес-центр работает 24 часа. Достаточная зона со свободными высами. Кстати, большой зона для йоги, напитки. Много беговых дорожек, что очень актуально в большом отеле всегда. Также в Intercontinental проводятся активности, естественно, на пляже. Это в основном йога, йога для начинающих, тайский бокс. А это комплементарная, которая бесплатная. И за доплату вы можете также платно поучаствовать. Также на третьем этаже над фитнес-залом есть пространство для фитнес-классов, для йоги. Это много света, много пространства, красивое и вдохновляющее. Конечно, отель очень красивый. Хочется фотографировать все. По сторонам, собственно, от этой красивой дороги справа и слева, это вход в виллу. Вилла, вот они стоят, вот их крыша. И мы с вами сегодня, кстати, посмотрим сюда. Одну из них, идем сюда. Сейчас покажу виллу Lagoon, которая находится в отеле Intercontinental Phuket. Это зона, которая находится на второй линии. И вилла с одной спальней и с выходом в собственную зону Lagoon. Давайте, собственно, и начнем тогда с балкона. Сейчас я вам покажу. Это великолепие. Панорамные окна, очень много света. Вообще везде в отеле, в том числе на вилле. Терраса вашего балкона будет выходить в зону Lagoon. Это такой шеринг общий бассейн с несколькими виллами и номерами. Здесь очень тихо, зелено, поют птички. И, собственно, атмосфера полного блаженства. Здесь же вы увидите джакузи, который уже индивидуальный, конечно, не шеринг. И можете здесь также провести время. Очень все новое, красивое, приятно находиться. И очень сильно мне понравилась здесь ванная комната. Сейчас мы тоже к ней перейдем. Давайте сначала посмотрим еще подетальнее нашу спальню. Максимальное размещение здесь двое взрослых и двое детей. При этом один из детей будет тогда спать на кровати с родителями. А один из детей размещаться на диванчике. Либо двое взрослых и ребенок. Тогда у всех есть спальные места. Либо трое взрослых. При этом третий взрослый также будет размещаться на диванчике. Мне кажется, он не очень комфортный для третьего взрослого человека. Пойдемте посмотрим. По мини-бару, который не включен, конечно, в платку. Включена только вода. И то, что мы увидим здесь, это комплементарно получается. Вода на каждого человека. Капсульная машина, чай. А если мы хотим чего-то игристого, то мы перемещаемся в мини-бар. И мини-бар уже за экстра-платку предлагает вам все. Для вашего удовольствия. Винно, красный, белый, европейский, шампанское, просека, пиво. Все, что хотите. Пойдемте посмотрим с вами ванную комнату. Ванная комната шикарно выглядит. И в ней тоже очень много света и пространства. И такого, мне кажется, блаженства и замедления. Посмотрите. Здесь, конечно же, есть соль для ванны. Сделана она в стиле открытой мальдивской ванны. Но здесь есть стекло. И более того, вы можете жалюзи опустить, если захотите вдруг. И помимо этого, здесь также есть тропический душ. Пойдемте покажу вам. Косметика в отеле очень вкусно пахнет. Вообще, в отеле везде очень вкусно пахнет, в том числе и косметика. Если вы любите новые чистые отели, для вас важно, чтобы все было не поношенное, не покоцанное, светлое, современное. Если вы не любите дерево в интерьерах, то Интерконтиненту как раз вам угодит. Добро пожаловать в спа отеля Интерконтинента. Здесь можно сразу же приобрести всю косметику, которая стоит в ваших номерах. Свечи. Все это прекрасно. Шопоголиком входом спрещен. Мы прекрасно заходим в зону, где комната для массажа. У каждой из них есть свое название. Я просто обращаю ваше внимание, насколько здесь все красиво, современно. Когда вы заходите сюда, есть ощущение некой магии. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вы используете спа в отелях. Стоит ли про это рассказывать больше и показывать вам, какие есть процедуры. Или это не очень интересно. Комната для массажа. Тайский массаж, массаж ног. Все это делается здесь. А в отеле Интерконтинентал, конечно, есть кабинет, где вы можете сделать себе маникюр и педикюр. Вам не надо никуда выходить и беспокоиться об этом. На косметике OPI работают. А сейчас мы с вами смотрим базовый номер на второй линии. Classic Room называется. Это базовый вид из номера. Обратите внимание, он может выходить на достаточно шумную дорогу, если вы берете самую базовую категорию номеров. Прекрасная стилистика бассейнов, балконов, прошу прощения. Давайте с вами пройдем, посмотрим комнату. И ванная. Во всех номерах, даже самых базовых, шикарная ванная комната. Ну, кстати, это вообще фишка, мне кажется, всех интерконтинентов. Обратите внимание, вот это закрывается ставнями, если вы сверху захотите. Но в классической категории номера, в зоне, получается, гостиной и ванной, вы можете разделиться только занавесками. Здесь нет межкомнатной двери, поэтому туалетная комната достаточно далеко получается. Но все же, насколько вы оцениваете, что вам будет это комфортно, обязательно подумайте. На четвертом этаже, самом верхнем, есть Infinity Pool с видом на улице Камалы. Здесь же, в принципе, не очень много народу, комфортные лежаки. С другой стороны, вид на спа. В принципе, территория отеля очень большая. То есть, это и семь ресторанов, это, кстати, бассейн для взрослых, но на данный момент там, по крайней мере, есть ребенок. Семь ресторанов, спа, несколько бассейнов, бич-клаб. То есть, тут можно даже не выходить отсюда, очень комфортно. Вы можете со второй линии на первую переместиться как по подземному переходу. То есть, нет никакой опасности для детей, что вы уходите, да, машины и так далее. Этой истории здесь нет. Все безопасно. Либо на байке доехать, если не хотите идти пешком. Если вы живете в зоне на первой линии, то у вас много привилегий. И одна из них, это, в том числе, послеполуденный чай и коктейли комплиментарные, которые будут накрываться вот в этом клаб-лаунже. И здесь же сервируется завтрак а-ля-карт, если вы предпочитаете а-ля-карт. Учитывая, что на первой линии всего 40 с небольшим номеров, то атмосфера здесь очень спокойная и приватная. Совсем другое дело, номер на первой линии, который уже называется Premier Room. Сейчас видите, Premier Room Ocean View, да, с видом на море. Очень-очень красивая история. Посмотрите. Здесь уже балкон с другим видом. Здесь номер уже больше по площади. И здесь нет вот этих нюансов со шторкой. Дверь полностью закрывается. То есть, получается, вот тут мы закрываем дверь. И вот с этой стороны абсолютно такая же история. У вас полностью приватно, закрыто. И это тоже то, что стоит учитывать, когда вы выбираете, какой тип номера взять. Естественно, история с мини-баром, она абсолютно такая же античная, как и там на виллах. Но давайте проверим. Да, мини-бар и наполнение абсолютно везде одинаково. Идемте посмотрим в ванную. Санузел и душ. Но, получается, в номерах на второй линии, если у вас будет пол-вью, вид на бассейн, то из ванной может быть очень красивый вид. Здесь ванная более спрятана в номере. Это ресторан, который открыт рядом с пляжем, получается, и с бассейном на обед и ужин. Большой выбор вина. Кстати, я обращаю ваше внимание в интерконтинент или вот там в винный холодильник. И очень близко ко всему, если вы захотели вдруг перекусить. Это бассейн отеля. На первой линии и тут же сразу бич. Самый модный, кстати, бич-клаб тоже здесь находится на Пукете, наверное, на данный момент. Прекрасные места, чтобы перекусить. И прекрасное море. Расположение у отеля превосходное. Минут 15 вам доехать до Патонга, если вы хотите еще больше впечатлений истинно тайских. Давайте посмотрим. Очень много естественной тени на пляже. Но и очень много людей на пляже, да, конечно. Отель очень популярный. Повторюсь, это, наверное, один из таких безальтернативных вариантов для тех, кто хочет новый красивый отель на Пукете на первой линии со своим пляжем, да еще со собственными лонными ресторанами, бич-клабом и классной атмосферой. Я хочу вам показать пляж отеля Интерконтинентал. Пляж Камала, он стоит, получается, на окраине. И вот там уже рядом, кстати, неплохая четверка, но в отелю, у которой прекрасные тоже номера есть с видом на море. Но это, конечно, другой уровень, пониже. Вот у нас Интерконтинентал за моей спиной. Просто лежаки, на самом деле, все заняты. Посмотрите, какие крутые номера бич-фронт вот эти есть. И тут достаточно все-таки мало народу, если посмотреть на дальше сторону пляжа, да, где уже идут более бюджетные отели. Там и зонтики уже цветастые, и прямо вплоть до кромки воды расположены люди. Поэтому, конечно, преимущество у, так сказать, окраины Камала, если вам нужно поменьше народу и спокойное место. Я хочу вам показать еще песок. Вот здесь немножко... Да нет, здесь ничего нет, все хорошо. Прекрасный песчаный пляж. С вами была Мария Блинова, эксперт по красивому он. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик и подписываться. Кстати, по QR-коду на вашем экране вы можете найти меня в Инстаграм. Я желаю вам прекрасных путешествий. Конечно же, с нами! Субтитры сделал DimaTorzok